7 класс, 11 серия. Смежные углы. Смежные углы – это два угла, у которых одна сторона общая, а две другие являются продолжениями. Одна другой. Сумма смежных углов – 180 градусов, потому что в сумме они составляют развернутый угол. Вертикальные углы – это два угла, у которых стороны одного угла являются продолжениями сторон другого угла. Вертикальные углы равны. Давайте докажем это. Вертикальные углы равны. Итак, обозначим градусную меру острого угла за х. В таком случае смежный с ним угол будет иметь градусную меру 180 градусов минус х, потому что развернутый угол 180, значит, здесь будет 180 градусов минус х. Так, другой угол, который тоже является смежным с острым углом, тоже имеет градусную меру 180 градусов минус х. Так, ну, а теперь посмотрим, какова градусная мера другого острого угла. Второй острый угол является смежным с тупым углом. Значит, его градусная мера должна быть такой, чтобы в сумме с тупым углом получилось 180 градусов. Значит, его градусная мера – х. 180 минус х плюс х, и как раз получится 180. Итак, вертикальные углы равны. Первая задача. Найдите неразвернутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если сумма двух из них – 110 градусов. Сумма двух из них – 110. Это сумма двух острых углов, потому что два тупых угла не могут дать в сумме 110 градусов. Итак, если сумма двух – 110, значит, градусная мера одного острого угла – 55. Второй острый угол – тоже 55, потому что вертикальные углы равны. Так, давайте теперь найдем градусную меру тупого угла. Смежные углы в сумме дают 180 градусов. Это развернутый угол. Итак, 180 минус 55 – 125. Итак, градусная мера тупых углов – 125. Надо назвать все неразвернутые углы. Значит, при пересечении двух прямых образуются острые углы – два угла по 55 градусов и два тупых по 125 градусов. Вторая задача. При пересечении двух прямых образовалось 4 угла меньше развернутого. Найдите больший угол, зная, что градусные меры двух из них относятся как 2 к 7. Это отношение смежных углов, потому что вертикальные углы не могут так относиться. Вертикальные углы равны. Давайте острый угол. Возьмем, обозначим две части. 2 умножить на х. Это будет градусная мера острого угла. А тупой угол – 7 частей. 7 умножить на х. Это смежные углы. Сумма смежных углов – 180 градусов. Значит, 2х плюс 7х получается 180. Решая уравнение, находим х. х равен 20. Надо назвать больший угол. Здесь большими углами будут тупые углы, которые составляют 7 частей. 7х. Значит, 7 умножить на 20 – 140 градусов. Итак, тупые углы по 140 градусов, острые углы по 40 градусов. Вопрос был, назовите больший угол, больший – 140 градусов. Тупые углы по 140 градусов. Третья задача. Прямой угол разделен лучом, исходящим из его вершины, на два угла. Такие, что половина одного угла равна третье другого. Давайте обозначим градусную меру одного из этих углов за х. 1х градусов, а другой угол – 90 минус х, потому что прямой угол – это 90 градусов. Значит, 90 минус х градусов. Это будет второй угол. Половина одного равняется третье другого. Давайте теперь найдем градусные меры вот этих углов. Приведем к общему знаменателю. Здесь будет дополнительный множитель 3, здесь дополнительный множитель 2. Приводим к общему знаменателю. Общий знаменатель здесь будет 6. И уравнение принимает вид 3х равняется 2 умножить на 90, это будет 180. 2 умножить на х, значит, будет минус 2х. Решая уравнение, значит, здесь получается 5х – это 180, значит, х равен 36. Значит, этот угол будет 36 градусов, а второй угол – 90 минус 36 – 54. Надо назвать больший из этих углов. Значит, ответ – больший из этих углов 54 градуса. Приводим к общему знаменателю.